У всех нас есть в чем-то яркие воспоминания. И у всех нас, скорее всего, есть свои воспоминания о тех или иных событиях. Поэтому музыканты группы, с кем бы из них вы ни говорили, Дэйв или Ник, могли бы сказать, «О, я помню, как ты в этом турне сделал то или это». На что бы я ответил, «Нет, я этого не делал». Да, о, да, ты сделал. Но, Дэйв, а ты помнишь тот момент, когда ты въехал на мотоцикле в отель? Он бы не признался. Все это не только потому, что он забыл. Надо сказать, что это очень интересно, это яркие воспоминания, и, конечно, об этом так часто говорили. Но если вы помните 60-е, если вы жили в то время... Я думаю, что Джон Пилл, не знаю. Да, я думаю, что это был Джон Пилл. Это лишь часть правды. Ты жил в то время. Да, мы жили в то время. Итак, мы начинаем. Запись пошла. Хорошо записываемся. Прошу тишины. Для начала мне бы хотелось знать, мне интересно... В некотором смысле, мне кажется, что вначале ты был наиболее подкованным музыкантом, если верить менеджеру Питеру Дженнеру. Ну, так принято считать. Да, ты учился музыке, так как все начиналось. Ну, честно говоря, как известно, я познакомился с Роджером и Ником на архитектурном факультете в политехе на Реджер-стрит. На самом деле, меня выгнали после первого курса по причине неуспеваемости. Честно говоря, я и не учился, а собирался поступать в лондонский музыкальный колледж, изучать фортепиано и композицию. До этого я ходил в частную музыкальную школу, которая не была выдающейся, но более-менее сносной. Называлась она «Музыкальная школа Эрика Гилдера» и находилась на Денмарк-стрит. Там я также учился играть на пианино и изучал музыкальную композицию. Классическое пианино. Я так и не закончил пятый класс игры на пианино. Но в итоге, конечно, получил некоторое музыкальное образование. Ты изучал классическую музыку? Ну, честно говоря, в музыкальной школе Эрика Гилдера мне понравилось. Потому что на самом деле обучение там было с уклоном на джаз. Это была музыкальная школа не в классическом понимании. Нет, не такая. В отличие от лондонского музыкального колледжа. Но я собирался поступать в лондонский музыкальный колледж, чтобы попробовать развить свою исполнительскую технику и научиться играть по нотам с листа. Сейчас, спустя годы, я просто утратил этот навык. Да, конечно, есть мнение, что я был самым музыкальным. Но это смотря что считать музыкальным. Так вот, я помню, что мы говорили о воспоминаниях. Когда мы, наконец, обратились за помощью к Эндрю Кингу и Питеру Дженеру, и сказали, что у нас ничего не получается. Мы хотим, чтобы Сид стал новым Брайаном Уилсоном, если угодно. Мы будем гастролировать без него. Сейчас уже не помню, кто это был, либо Питер, либо Эндрю. Так вот, можно сказать, что они меня убедили. Хорошо, откалываясь вместе с Сидом, создавая с ним группу, но я этого не сделал. Понятно, что это было заманчиво по причине его огромного таланта. Но я понимал, что из этого ничего не выйдет. Почему? Из-за его безумия, из-за всего случившегося. Всегда была надежда на то, что он может поправиться. Но я думаю, что очень скоро после случившегося, все поняли, включая мнение экспертов, что Сид не выздоровеет после всего, что случилось. Тут можно вспомнить слова Питера, которые он нам сказал. Он считал вашу парочку, тебя и Сида, этакими музыкальными знаменосцами, у которых остальные ребята продолжали учиться, в плане технической компетентности, в плане изучения нюансов техники исполнения. Да, все так и было до момента появления Дэйва. Надо отметить, что Роджер был чрезвычайно важной фигурой по разным причинам. Конечно, он не был самым лучшим басистом в мире, а я сам не был лучшим клавишником в мире. Но было ощущение, что да, музыкальный вклад, вероятно, исходил от меня и Сида. Но запись пластинки складывается не только из музыки. Но ты сам об этом знаешь. Да, конечно. Нам можно на секундочку прерваться, а то там какой-то шум. Там что, музыка играет? Да, внизу. Я так понимаю, что если ты занимался музыкой в перерывах между занятиями и архитектурой, возможно, ты задумывался о профессии музыканта. О, да, я хотел заниматься музыкой с самого детства. Но при этом не знал, как я могу существить свою мечту. Учащий в школе я учился играть на трубе, я изучал фортепиано. Вот чем я хотел заниматься. Но мне явно не хватало знаний для изучения классической стороны музыки. Я пошел учиться на архитектора, так как мой классный руководитель сказал, почему бы тебе не попробовать архитектуру? Но архитектура меня не привлекала. Поэтому, когда собралась наша группа, для меня это стало идеальной ситуацией. В то время многие музыканты учились в художественных школах и архитектурных училищах. Тогда это была такая большая благодатная почва для создания музыки. Какой тебе представлялась ваша будущая группа? Как всем известно, мы начинали играть блюз. Я точно не представлял себе, какой же группой мы будем. Наверное, группа, играющая в стиле ритм и блюз. Несмотря на то, что мы ничего не сочиняли, я хотел научиться, или хотел начать сочинять музыку. Честно говоря, я написал одну песню задолго до того, как познакомился с музыкантами нашей группы. Песня моего авторства попала на оборотную сторону сингла Питера и Гордона. Эта песня называлась «Too of a Kind». Но на самом деле, это именно я написал эту песню даже еще до поступления в архитектурную школу. Короче говоря, твоя песня была записана Сидом, не так ли? И я думаю, что ты на ней также отметился. Возможно, это запись для радио Би-Би-Си. Вот этого я уже не помню. Я думаю, что твоя песня, хотя я могу ошибаться, так вот я думаю, что эта песня попала на новейший сборник. Да, ты прав. Да, «Too of a Kind», как две капли. Да. Так, а о чем я говорил? Извините, отвлекся. Ты говорил о написании тобой песни. Да, я не понимал, какой получится наша группа, эта группа просто развивалась. Вот и в живописи точно так же вы рисуете картину и начинаете с красного пятна. Одни могут совершенно четко представлять, чем это закончится, а другие определяются уже по ходу развития. У меня же не было никаких догадок. В то время я однозначно любил джаз, хотя вырос на классической музыке. Так произошло, потому что мои родители очень увлекались классической музыкой. Моя мама играла на пианино. Скорее всего, это сыграло свою важную роль. Ну, джаз, музыка Майлза Дэвиса, 50-е, Майлз Дэвиса, все остальные. Вот такую именно музыку я тогда любил. Я слушал джаз, когда учился в школе. Я думал, что когда-нибудь стану джазовым музыкантом, но так получилось, что этого не произошло. Как славно. Я думаю, что отголоски джаза чувствуются во вступлении такой затяжной инструментальной композиции, как Installer Overdrive, где много импровизации. Да, там много импровизации. Я помню, что в то время мы с Роджером и вообще многие из нас слушали Карла Хайнца, что Гхаусена и прочих композиторов какую-то электронную музыку. Я уверен, что это, скорее всего, также сыграло свою роль. Мы играли в темноте, скажем так. На самом деле мы не понимали, что мы творим или что из этого получится. Поэтому это было очень интересно. Большая часть той музыки, которую мы тогда исполняли, была ужасной. С другой стороны, часть этой музыки была потрясающей. Потому что это был тотальный эксперимент, за исключением песен Сида. Что интересно, хотя песни Сида имели очень странную структуру и тексты, которые до этого, да и после тоже никто никогда не сочинял. Но, может быть, после. Так вот, его сочинения не были своего рода поп-песней. Но вместе с тем, в некотором смысле, оставались песнями со своей структурой. Но потом мы начали играть In Stellar Overdrive или A South of All of Secrets. А именно, очень экспериментальную импровизацию. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ